Кто бы знал мое одиночество, будь он проклят, этот самый талант, сделавший меня несчастной, говорила знаменитая актриса Фаина Раневская. Многое, что связано с ней, это мифы. Какие тайны скрывала знаменитая актриса? Раневскую не раз просили написать мемуары, она соглашалась, но потом все уничтожала. Почему Раневская так и не решилась придать огласке свои дневники? Кто разбил сердце блестящей актрисы? Почему о личной жизни актрисы известно так мало? Кто был с ней рядом в последние годы ее жизни? Здравствуйте, я Наталья, и это моя коллекция заблуждений. Друзья, у нас для вас потрясающая новость. История интересна теперь и на сайте. Увлекательные статьи, новые видео, новости археологии, открытия современных ученых. Ждем вас на история.дефизинтересно.рф. Ссылка в описании. Тайнами окутана вся жизнь Раневской, тайнами была окутана ее настоящее имя. Звали Фаину Раневскую Фаня Фельдман. Она выросла в Таганроге, в богатой еврейской семье. На момент рождения Фаины ее отец Гирш Фельдман был владельцем фабрики сухих и масляных красок, нескольких домов, магазина строительных материалов и парохода Святой Николай. У Фаины было два брата и старшая сестра, красавица Белла. Еще одна тайна актрисы – ее возраст. Оказывается, все ее юбилеи отмечались на два года позже, потому что в 30-е при оформлении паспорта никакие документы не требовались, чем воспользовались многие артисты. Со слов Раневской, «Я подсчитала, что провела два года на курортах, а курорты, как говорят, не в счет. Так и появилась в моем паспорте новая дата рождения, место 1895-1897 и только. До сих пор не могу простить себе такого легкомыслия». Другая тайна Раневской – ее невероятная скромность и необычайная застенчивость. Ее образ в кино – это маска, с которой Фаина Георгиевна под конец жизни срослась. Но настоящая Фаня не могла за себя постоять. Может быть, застенчивость ее и была причиной любовных неудач. Раневская не рассказывала о них, хотя и признавала, что молодость ее была бурной. Ее крылатое выражение «В молодости я только и думала о любви, а сейчас я люблю только думать». Она так и не вышла замуж, так и не родила ребенка. Своим внуком она считала внука Павла Вульф, своей учительнице, в доме которой прожила многие годы. А названным сыном Раневской считала журналиста Глеба Скороходова, которого представляла так, цитирую, «Я его усыновила, а он меня уматерил». Есть еще одна тайна, точнее парадокс. В Англии ее включили в число десяти самых величайших актрис всех времен и народов. Президент США Франклин Рузвельт говорил о ней, как о самой выдающейся актрисе 20 века. Но в кино она сыграла только три главные роли. История ее жизни была трудной. Фаина покинула отчий дом еще до революции и потом больше ни разу туда не приезжала. Детство Фаины не было счастливым. Цитирую, «Не вспоминается горькая моя обида на всех окружавших меня в моем одиноком детстве», говорила она. Она заикалась и много настрадалась от насмешек одноклассниц. К тому же считала себя уродом, в отличие от старшей сестры. В гимназии Фаина проучилась недолго. Вскоре ее исключили за плохую успеваемость и родители перевели ее на домашнее воспитание. Склонность страстно влюбляться в людей, независимо от того, реальны ли они, выдуманные или вообще умерли много лет назад, Раневская унаследовала от матери. Одним из первых воспоминаний ее детства стала смерть Чехова. Она навсегда запомнила горестно рыдающую над газетой мать. Перепуганная Фаина поплакала вместе с ней, а потом нашла первую попавшуюся книгу Чехова и прочитала ее. Это оказалась скучной история. Позже Раневская написала, «На этом кончилось мое детство. Я поняла все об одиночестве человека». Когда умер Лев Толстой, ее мать переживала так тяжело, что она долго заболела. Вот так и Фаина Раневская. Если любила кого-нибудь, так уж с полной самоотдачей. И своих друзей, и Толстого, и Пушкина. В 1913-м молоденькая Фаина Фельдман поехала в Москву и стала обходить театр в надежде найти там работу. Но ей прямо сказали, что для театра у нее профессиональная непригодность. Она вернулась домой и снова отправилась в Москву. Без денег там не было возможности не только учиться, но и жить. И вскоре Фаина оказалась на улице. Положение было безвыходным, и даже на возвращение домой не было денег. И тут случилось чудо. На рыдающую возле колонн Большого театра девушку обратила внимание проходившая мимо знаменитая балерина Екатерина Гельцер. Она пожалела ее и пригласила к себе переночевать. Эта случайная встреча положила начало 40-летней дружбе Екатерины Гельцер и Фаины Раневской. Своей прямотой и эксцентричностью они были очень друг на друга похожи. «Гельцер показал мне всю Москву тех лет», — вспоминала потом Раневская. — «Это были мои университеты». Но чем юная провинциалка так покорила знаменитую балерину? Вероятно, своей яркостью, молодостью и целеустремленностью. Екатерина Гельцер искренне восхищалась своей протеже и любила говорить «Какая вы феноменально молодая, как вам феноменально везет». Первую приличную работу в Москве Раневской нашла все та же Гельцер. Она порекомендовала ее в летний театр в Малаховке. Работа в этом театре и стала для нее прекрасной школой. Там она училась сценическому мастерству лучших русских актеров. В октябре 1917-го у руля Советской России встали большевики, и сразу после этого вся семья Фаины Раневской эмигрировала за границу. Родители предлагали и ей уехать с ними, но она отказалась. Почему? Она сама довольно точно это сформулировала. «Я точно знала, что не могу без России, без русского театра». Известной нам Фаины Раневской Фанни Фельдман стала благодаря другой наставнице — известной актрисе Павле Вульф. Страшное это было время — голод, терроры, разруха, гражданская война и интервенция. Однажды Фаина дождалась утром около театра Павлу Вульф и практически без обеняков попросилась к ней в ученицы. И Павла Вульф согласилась. По той старой традиции учительница взяла ученицу в свою семью. Как-то так вышло, что обе женщины сразу почувствовали друг другу огромную симпатию, подружились. И эта дружба продолжалась у них до самой смерти. Сама Раневская вспоминала об этом времени так. «Крым, голод, тиф, холера, власти меняются, террор. Играли в Севастополе. Зимой театр не отапливался. По дороге в театр на улице опухшие, умирающие, умершие, зловоние. Иду в театр, держусь за стены домов, ноги ватные, мучая голод. Но зато там Раневская училась у Павла Вульф, жила в ее доме, в ее семье. Можно сказать, что она стала своей обожаемой учительницей, ближе, чем родная дочь. В Симферопольском театре Фаина Фельдман и стала Фаиной Раневской. Новая фамилия стала для нее не просто псевдонимом, как это было у большинства артистов. Она ничего не любила делать наполовину, поэтому вскоре стала Раневской по всем документам. В паспорте ее полное имя гласило Фаина Григорьевна Раневская. Отзывалась она и на Фаину Георгиевну. Хотя многие, кто знал ее лично, звали ее Фуфа, как рассказал ее названный внук Алексей Щеглов. В 1942 она курила в постели и загорелся матрас. Было много дыма, и он, будучи маленьким, сказал Фуфу. И вот с тех пор она стала Фуфой. По поводу происхождения ее псевдонима тоже существует несколько версий. Сама написала, что Раневская стала прежде всего потому, что все роняла. У меня все валилось из рук. Некоторые ее знакомые рассказывали, что дело было в любви к Чехову и в том, что она чувствовала себя его землячкой, почти родственницей. Сама Раневская о себе революция писала так. Не подумайте, что я тогда исповедовала революционное убеждение. Боже упаси. Просто я была из тех восторженных девиц, которые на вечерах с попледневшими лицами декламировали горьковского буревестника. И любила повторять слова нашего земляка Чехова, что наступит время, когда придет иная жизнь, красивая, и люди в ней тоже будут красивыми. И тогда мы думали, что эта красивая жизнь наступит уже завтра. Увы, довольно скоро она поняла, что новый мир такой же мещанский, как и прежний. До переезда в столицу Раневская 10 лет служила в провинциальных театрах. Количество сыгранных ее образов перевалило за 200, но эти роли она называла братской могилой. Летом 31-го она вернулась в Москву, где проработала на сцене московских театров 38 лет. А будучи народной артисткой СССР, сыграла только 16 ролей. В 38-м она поссорилась с руководством театра, и заслуженная артистка Фаина Раневская осталась без работы и без жилья. Говорила про себя. Я жила со многими театрами, но так и не получила удовольствия. Она впала в депрессию, избегала людей, не хотела ни с кем говорить. Жила на деньги, выручаемые с продажи своих вещей, но решила, что если одна дверь для нее закрыта, надо стучаться в другую. И на несколько лет ушла в кино. Где ее талант оказался востребован и принес ей уже всесоюзную славу. Про свои работы в кино она говорила. Деньги съедены, а позор остался. В кино она снималась только из-за денег. Главным для нее были всегда театр и зрители, которые ей давали энергию. Но, наверное, даже если бы Раневская заранее знала, что профессия разлучит ее с родителями, не даст ей желанных ролей и не позволит создать ей семью, она навсегда выбрала бы искусство. В августе 38-го она пережила еще одно сильнейшее потрясение. Умер Константин Сергеевич Станиславский. Станиславского она обожала, называла его божественным и считала, что Станиславский для театра – это то же, что Пушкин для поэзии. Только однажды в Леонтьевском переулке Раневская увидела пролетку, в которой он проезжал. Цитирую. «От радости, что вижу его седую голову, стала плакать и закричала, мальчик мой дорогой». Он стал смеяться, поднялся и помахал мне шляпой. А я бежала рядом и кричала «Мальчик мой дорогой». Эту встречу Раневская вспоминала всю жизнь. И вот в 38-м, когда она лечила в Железноводске больную печень, она купила утром газету и увидела в ней извещение о смерти Станиславского. По ее собственному признанию, она не просто плакала, а лаяла от слез. А спустя много лет написала «Я счастлива, что жила в эпоху Станиславского, ушедшую вместе с ним». Раневская обожала Ахматову. Об их дружбе, рассветшей в ташкентский период, в ее дневниках написано множество страниц. В 1960-м из Парижа приехала старшая сестра Фаины. Когда Раневская завела ее в свою малогабаритную двухкомнатную квартирку на Котельнической набережной, сестра удивленно спросила «Фаиночка, почему ты живешь в мастерской, а не на вилле?» Находчивая Фаина Георгиевна объяснила «Моя вилла ремонтируется». Бедность в ее квартире была необычайная. Стертый паркет, наполовину ободранный обои, к которым булавками были прикреплены фотографии великих того времени, с автографами. Раневская говорила «Мне всегда было непонятно, люди стыдятся бедности и не стыдятся богатства». Сестры прожили вместе три года. Они с удовольствием общались, вместе хохотали над смешными ситуациями, в которые постоянно попадала Изабелла, не в силах привыкнуть к новому укладу жизни. Но Изабелла тяжело заболела и умерла, оставив опять Фаину в одиночестве. И та очень переживала, что мало уделяла сестре внимания. За одно десятилетие она потеряла сестру, подругу Анну Ахматову и учителя Павла Вульф. Про себя говорила «Я как старая пальма на вокзале, никому не нужна, а выбросить жалко». Тогда она и перестанет сниматься в кино, в ее жизни останется только театр. Последние несколько лет одиночество Раневской скрашивал мальчик, бездомная дворняжка, которому ей когда-то принесли больного с перебитой лапкой. Назвала она его мальчиком, как когда-то в порыве чувств Станиславского. Она не просто заботилась о нем, сдувала с него пылинки. Каждый гость был обязан погладить мальчика. Ему доставались лучшие куски от обеда, а выгуливала его специально нанятая женщина. Раневская считала себя слишком некрасивой. Рассказывала «Я влюблялась, конечно, но меня всегда меняли на женщин с маленькими носиками. Вроде уже роман, уже любовь, а потом раз, появляется соперница, и меня сразу отодвигают в сторону». Жена приемного внука Раневской вспоминает. «На самом деле Фаина Георгиевна умела выглядеть по-королевски. Когда я ее первый раз увидела, меня поразило, во-первых, что она такая высокая, прямая, с белыми холеными молодыми руками, а ведь ей тогда уже стукнуло 75 лет. Во-вторых, у нее была длинная аристократичная шея и очень красивые густые волосы. Они лежали изысканной высокой волной, ни у кого другого я такой прически не видела. Облик Раневской был царственным, и в-третьих, она хорошо одевалась. Кроме того, она всегда очень хорошо пахла дорогими французскими духами. Раневская говорила, стареть скучно, но это единственный способ жить долго. Большинство романов Фаина Григорьевна так и остались полтоническими. Настолько она боготворила тех, в кого была влюблена, что считала себя недостойной парой своим избранником. Вскоре после окончания войны Раневская приехала в Тбилиси, где познакомилась с маршалом Федором Толбухиным. Они сразу почувствовали очень сильную взаимную симпатию, но потом у них нашлось много общих интересов. И приятельские отношения скоро переросли в крепкую дружбу, а может быть и не только. Раневская говорила о нем. Я никогда не влюблялась в военных, но Федор Иванович был офицер той старой закалки. Дружба их связывала или любовь? Кто знает. В архиве Раневской огромное количество телеграмм по любому поводу от Орлова и Александрова. Переписка между Орловой и Раневской длится с 1946 по 1974 год. То есть со времени, когда они вместе снимались в фильме «Весна» и почти до смерти Орловой. Орлова Фаина Георгиевна не щадила и жестко острословила на ее счет. Именно она рассекретила возраст Орловой. При смене паспортов Любочка себе скостила целых 10 лет, а я дура, всего два года. А чего стоит знаменитое выражение Раневской о том, как Любочка поет? Вот-то кто-то писает в медный таз. Но Любовь Петровна почему-то не обижалась. Она обожала свою зорную подругу и в письмах обращалась к ней. Не иначе, как любимый фей. Однажды Раневской заказали написать мемуары. Она начала писать и не закончила. Не понимаю, что это. Чувство стыдливости писать о себе. Неловко как-то. Точно, я моюсь в бане. Пришла экскурсия и рассматривает со всех сторон. А сложная я – неважно. Три года писала книгу воспоминаний, польстившись на ванны 2000 рублей с целью приобрести теплое пальто. Было много такого страшного, чего нельзя забыть до смертного часа и о чем писать не хочется. А если не сказать всего, значит не сказать ничего. Потому и порвала книгу. В конце жизни Фаина Григорьевна написала «Я поняла, в чем мое несчастье. Я не актриса, а скорее поэт. Доморощенный философ. Бытовая дура. Не лажу с бытом. Деньги мешают, и когда их нет, и когда они есть. У всех есть приятельницы. У меня же нет и не может быть. Вещи покупаю, чтобы их дарить. Одежду нашу старую, всегда неудачную. Урод я. О себе говорить нет охоты. Живется трудно, одиноко, до полного отчаяния. В моей трудной жизни одна радость – заставить человека улыбнуться. Я очень хорошо знаю, что талантлива. А что я создала? Пропищала и только. Я бегала из театра в театр, искала и не находила. И это все. Личная жизнь тоже не состоялась. В общем, жизнь прошла и не поклонилась, как сердитая соседка. Еще одно ее знаменитое высказывание. У меня хватило ума прожить жизнь группа. Эти и другие интересные истории теперь ищите на сайте история.дефисинтересно.рф. Если вам было интересно, подписывайтесь и не забудьте нажать на звоночек уведомлений.